В результате паводкового переполнения чаши Хаджибейского лимана уровень воды в нем может подниматься на высоту около двух метров. Подобные ситуации происходили в 40-е, 60-е, 80-е и 90-е годы прошлого века. На грани беды город оказался и в 2003-м, а в последний раз стихия напомнила о себе в апреле 2015-го. Тогда поднявшиеся из-за сильного ветра волны начали размывать верховой откос дамбы, а на обочине дороги появились провалы. Что такое разбушевавшаяся стихия, хорошо знают жители близлежащих районов, а также рыбаки. Волна доходила до такой степени, даже переходила через дамбу. Вот представляете себе, что машина была темно-коричневого цвета за пару секунд, она превращалась абсолютно белой. Потому что волна была до такой степени сильной, она просто смывалась с этой машины всю грязь. Очень даже страшно. Без последствий пережить очередной паводок можно лишь в случае, когда на момент перехода большой воды уровни лимана и моря сопоставимы, рассказывает директор института Укр-Юж-Гипроводхоз Олег Чижик. Если это будет так, особой опасности от прихода волны у нас не будет. Но в связи с тем, что у нас в Хаджибеевский лиман сбрасываются очищенные стоки северных очистных, что влияет в свою очередь. Дальше у нас запущена работа по откачке воды с Хаджибеевского лимана. Она должна производиться постоянно и уровень этой воды должен поддерживаться на определенном уровне, безопасном для эксплуатации дамбы. У нас происходят такие вот ситуации с дамбой, как случилось в апреле прошлого. К тому же, как любое инженерное сооружение, дамба со временем ветшает и теряет прочность. Если долго стоят высокие уровни воды, это приводит к постоянной фильтрации через тело дамбы. То есть, кто смотрел, кто был на дамбе в это время, видел, что на сухом, так называемом, откосе, за ним дождя нету, а лужи стоят. По оценкам специалистов, прорыв дамбы может привести к настоящей катастрофе остановки предприятий, в том числе и техногенно-опасных, повреждению дорог и коммуникаций. А в зоне подтопления окажутся тысячи жилых домов, от Живаховой горы до Пересопского моста. Пострадать могут более 30 тысяч человек. Мы не знаем ни в каком месте это может случиться прорыв, ни при каком расходе. То есть, такое спрогнозировать очень сложно. Это расчеты на максимальный, на самую худшую ситуацию. Если мы маленькими самыми потерями обойдемся, это будут потери, ну, это будут тысячи людей, которые так или иначе пострадают. Исправлять сложившуюся ситуацию город и область залез сообща. На проведение первоочередных мероприятий потратят порядка 40 миллионов гривен. По заказу городского управления капстроительства их разработкой сейчас и занимается институт. Первое – это аварийное укрепление тех участков, которые находятся в аварийном состоянии. Это на протяжении где-то около 700-800 метров по фронту дамбы, там, где самая худшая ситуация. Следующая работа – это принятие решений комплекса мер по понижению уровня воды в Хаджибеевском лимане до безопасности. Главная задача специалистов, по словам Олега Чижика, максимально обезопасить город от последствий будущих паводков.